Слово для выступления я хотел бы представить для правительственного государства, некоммерческого партнерства, Национальной Ассоциации, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хотел бы сделать несколько акцентов, поскольку здесь исключительно сейчас выступление в этой части, то первый момент, это, конечно, полностью согласен с господой Тешенбаум по поводу того, что наркотики и проблемы наркотизации это совершенно на самом деле новое явление. Все то, что было в прошлые века и даже в прошлом 20 веке, это все на самом деле совсем было иначе. И такого масштаба, и по сути сегодня с помощью разного рода фармакологических препаратов, специальных дизайнерских наркотиков ставится задача наркомафии добраться до каждого подвозка, прежде всего до каждого человека, найти соответствующий ему адресный наркотик и по сути вывести человека из созидательной общественной жизни, из созидательного общественного бытия. Поэтому это чума, действительно чума, и здесь только международное, межведомственное или интерсекторальное сотрудничество может принести успех, объединить все силы, сконцентрировать их, иначе просто ничего не получится. Мы будем по-прежнему во многом неадекватны этой чуме. Второй момент. Мне кажется, очень важно по поводу межведомственного сотрудничества отметить факт, для нас очень важный и очень отрадный, что как раз вот та программа комплексной реабилитации, которая сегодня разработана ФСКН и другими ведомствами, она родилась в результате Содружества ФСКН России и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Собственно, имя было инициировано совместным письмом, и после этого вышло поручение нашего президента, который, соответственно, тоже присоединился к этому Содружеству. Мне кажется, теперь очень важная задача, чтобы к этой межведомственной коалиции присоединилось еще одно министерство, Министерство финансов Российской Федерации. Тогда получится очень благотворное межведомственное взаимодействие, которому мы будем очень рады. И, кстати, действительно, то, что госпожа Кишинбаум тоже упомянула по поводу конфискации, и то, что нам нельзя направлять деньги от конфискации, нужно направлять на реабилитацию, и то, что нам нельзя отвлекать столь действительно всегда дефицитные ресурсы на такие негодные, бессмысленные объекты, как повальные тестирования, мне кажется, это тоже очень важно. Нам нужно все концентрировать на том, где можно реально проверить работу, результаты работы. И отсюда важность государственной межведомственной программы реабилитации в разы возрастает. И при этом, концентрируя через, допустим, когда-то это, надеюсь, будет возможно и в нашей стране, через конфискацию наркотиков эти средства на реабилитацию отправляя, все-таки мы не должны забывать, что при всех прочих каналах финансирования базовым должно быть администрирование и финансирование со стороны государства, иначе не получится сделать эту сферу прозрачной, работающей в интересах общества и государства, ну и просто элементарно выживающей в сложных экономических условиях. Поэтому здесь роль государства преуменьшить невозможно, и нужно все время подчеркивать. И, наконец, последний момент, который мне хотелось бы специально подчеркнуть, он, наверное, очень дискуссионный, очень нестандартный, и кто-то даже, может быть, подумает, что вот куда-то меня там немножко занесло или выносит, но я хотел бы попросил бы серьезнее отнестись к тому, что я сейчас скажу. Вы знаете, мой опыт, а я вот 4 года только занимаюсь этой проблемой, и, собственно, мой опыт, 4 года знакомства с теми людьми, которые прошли реабилитацию и стали обратно полноценными гражданами общества, он выявил совершенно необычный факт. Я считаю, это очень важно отметить, что очень много из этих людей, это не просто люди, которые так представляют, как себе сдерживаются, они в ремиссии, как, прошу прощения, в завязке говорят в России, то есть вот они каждый день могут сорваться. Это люди, которые являются лидерами в антинаркотической борьбе. Это люди, которые являются социальными лидерами. Это люди, на которых равняться должны совершенно другие, в хорошем смысле нормальные люди, которые, слава богу, минула эта беда. То есть в этом смысле мы, мне кажется, не должны не учитывать вот этот важнейший социальный феномен, что беда приходит, но люди, которые смогли преодолеть эту беду, и которые понимают, что им помогло это преодолеть, это люди, которые выходят в систему социального служения. Это и в конфессиональных формах, и в неконфессиональных формах. Это люди, которые дальше вытягивают других людей из бездны наркомании, которые спасают других людей, которые просто ведут активную полноценную жизнь. Когда, допустим, в южной сети социальной реабилитации, в южной сети Российской Федерации выходят реабилитируемые или вчерашние наркозависимые, которые избавились от этой зависимости, и кормят бомжей в холода, соответственно, принимают и дают приют другим совершенно людям, спасают жизни совершенно людей далеких от наркотиков, просто самих по себе, то в какой-то момент даже возникает вопрос, может быть, это даже какая-то такая божественная технология, не хотелось бы так напрямую думать, о том, чтобы людям показывать ту бездну, люди видели эту бездну, они становятся совершенно другими полноценными членами общества. И отсюда, мне кажется, когда мы говорим про выгоды, связанные с реабилитацией, то помимо, в хорошем смысле слова, косвенных выгод, экономические, экономия через то, что мы не затрачиваем рынок потребительский на наркотики, то, что мы просто спасаем в жизни людей, колоссальные выгоды, безусловно, но, возможно, одной из главных выгод является то, что мы пусть каждого десятого, но возвращая человека в строй, мы этого человека превращаем в лидера социальных перемен, позитивных социальных перемен, в лидера социальной модернизации. И отсюда, мне кажется, да, то есть в этом смысле мы должны вообще понимать, о чем мы говорим, мы говорим о мощнейшем социальном слое. Если взять данные последнего мониторинга Государственного антинаркотического комитета, где речь идет о 8 миллионах российских граждан, 8 миллионов, которые так или иначе пробовали наркотики, и дальше, если присовокупить к этому количество членов семей, близких, которые общаются с этими людьми и завязаны на эту проблему, то даже с точки зрения, прошу прощения, электоральной, мы имеем дело с массой, электоральной массой 20-30 миллионов человек. Это даже в этом смысле значимо и требует, безусловно, понимания и недопущения того, чтобы эти люди шли в протестное настроение против государства, которое не хочет администрировать и финансировать эту сферу. Но здесь есть и позитивный совершенно момент. Этот масштабный, мощнейший социальный слой соответственно выступает авангардом. Если хотите, я иногда говорю это чуть-чуть, может быть, с иронией, чуть-чуть. Но на самом деле, я серьезно в это начинаю верить, что вчерашние наркоманы спасут страну. Речь идет не о том, что только наркоманы. Но то, что мы не учитывать этот уникальный социальный феномен не можем, это, мне кажется, очевидно. И последний момент. Мы должны, конечно, выходить все-таки на очень серьезную систему перепроектирования общественной жизни и стратегического планирования. И здесь вот сегодня мы такие прорабатываем цифры нашей Национальной Ассоциации Реабилитационных Центров. Они очень приблизительны. Прошу тоже к ним относиться снисходительно. Но до 30-го года при правильной организации социальной реабилитации и при работе государственной межменственной программы комплексной реабилитации у нас есть все возможности реально вытащить людей из бездны наркомании вернуть в социум до миллиона человек до 30-го года. И из них порядка 10% это те люди, которые не только возвратятся в социум и интегрируются в него, но и смогут выступать агентами социальных позитивных изменений. Мне кажется, это необходимо учитывать. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.